Очень даже неплохая И видим пики и баны Первая на ваших экранах Слардар, Баунтихантер отъезжают в бан Сейчас ко мне присоединится моя коллега Так, всем привет, я думаю, что Слардар Здесь можно смело называть респект баном Потому что он реально очень много чего сделал В прошлой игре Да, опять же, не стал он размениваться Ни на ПТшку, ни на Армлин Сразу сделал блинк, моментально начал его инициировать Прыгать по всей карте, уйму дискомфорта Доставлять как с упортом тонким Которые просто рассыпались под апплифаем Так и разнообразным коргероям Которые, знаешь, как бы под минус армором Тоже оказывается очень ватными могут быть Ну да, и в итоге вот этот алхимик Который, казалось бы, вначале отставал Ну, я говорил, что алхимик возьмет свое И он взял МСС Ну, МСС опытный игрок И мы знаем о том, как Ну, если кто смотрел вот эти вот истории Насколько много часов он проводит в доте Что он тренируется, что он свой личный скил наращивает И мы видим, что это дает свои плоды Да, ну, ты знаешь, во многом, я думаю Его тиммейты Да, тиммейты, безусловно Они реально вот Делали спейс-криэйтинг В его классическом понимании Пока алхимик терпел Пока он пытался что-то там свое добрать в лесу На линии-то ему было очень тяжко Его очень круто контролили кингдомы Они вот Делали какие-то киллы Опять, опять алхимик И, слушай, есть риск Потому что мы снова увидим этого алхимика Ну да, но они его гнобили Не только на линии Они его пытались где-то подгангать на эншентах Где-то вот Ну, в этом районе, в лесу Когда он там фармил эти стаки И получалось так, что Действительно, когда на линии еще было сложно На ранней стадии протектить алхимика Потом уже подключались тиммейты И делали уже какие-то перетяжки На сейв МСС МСС действительно сейвили Получал свое И в итоге вот перефарм Все-таки себя как бы оправдал Ты посмотри, как долго думают Над первым пиком кингдомы сейчас Казалось бы, первый пик Что тут думать? Должны быть какие-то заготовки А они прям серьезно Можно... Я не знаю Если алхимика забирали каждый раз на фп Я бы пикнул сразу Эншент Топоришн Аппарат? Ну, по сути, да Особенно учитывая то, что у них как бы Два пика сейчас Они могут взять какого-то героя Вокруг которого хотят играть Который привычен им И аппарата Возможно, они как раз-таки и думают Что бы здесь присочеталось с аппаратом Спектра Потому что... Да, спектра, аппарат Зевс, Фреон Не, ну можно даже без Зевса с Фреоном Но пока это Air Spirit Но спектра сама по себе даже Если, ну, не говорить о школьных стратах То спектра сама по себе с аппаратом Неплохо сочетается вообще в принципе Как герой, который вот Особенно если это вот эта самодостаточная спектра Которая делает себе урну Барабанщики, фейзы Которая такая вот боевая Уже становится Да, ну, у них получается, знаешь Очень много слова родного Синергия вот Да, и даже лейдинг очень изменяемый получается Потому что спектра Под ладошками Очень больно нарезает Ну, посмотри Делают ставку Киндом на контроль Они считают то, что это лучше Чем какой-то там аппарат Air Spirit в прошлой игре был неплох Да, реально Он очень круто все делал Как раз-таки Его заслуга в том Что алхимик умирал на линии своей Поэтому К Air Spirit вопросов не имею Beastmaster тоже сейчас Пикатер, да? Просто популярный герой Просто, да Все, кому не лениво пикают Знаешь, я помню еще на заре Dota 2 Когда вот 2011 год Когда только-только Все начинали в нее играть Когда вот прошел первый International И сразу вот появились первые Там матчи официальные Какая-то competitive scene Формировалась И сразу была инфа о том Что вот Dota 2 Игра моды В первой доте Такого не было Там реально был какой-то Пул героев Который очень мало варьировался А вот Dota 2 Всегда была игрой моды Герои хаотичным образом Приходят в мету Уходят из нее Опять же То, о чем мы говорили То, что Даже, знаешь Патчей нет Фиксов нет Нерфов нет А бац Герой всплывает из ниоткуда И все И так же Уходит назад Да, действительно так и есть Вот видели мы уже В патче 6.86 Вот раньше я думал До этого патча О.D. действительно Сильный герой Но возможно ему нужно Ну как-то его нужно В общем бафнуть Как-то поднять Но на самом деле Он настолько часто появлялся В прошлом патче Что он уже порядком Всем поднадоел Ну причем Знаешь, есть герои Которые хороши в паблике Есть герои Которых там в компеты Тебе пикают то и дело А вот О.D. Он был и там и там Он достал настолько Что просто Нравился мне О.D. до этого А даже Даже мне он надоел Просто В каждой игре В каждом матче О.D. Ну впрочем Так как и Спектра Но Спектру между прочим Порезали Но она не теряет Свою актуальность При этом Оракл появляется От Шазам Ну знаешь Я думаю Это какая-то Домашняя заготовка Потому что я не вижу Ну хотя как сказать Против Беста хорошо В любом случае Против Беста хорошо Разбираться Со всеми дизейблами Да и против Эрспирита Все это снимать Против таких героев Как Бестмастер Бэтрайдер Оракл Всегда являлся топчиком Наряду там С какой-нибудь вингой Ну и Если говорить О какой-то синергии Возможно мы ее потом увидим Что могут пикнуть Под Оракла Ну кстати Возможно Вот аппарат улетает в бан Понимают Прекрасно Шазам Что герой Очень опасен для них Тем более Учитывая наличие Оракла В команде Потому что Если ненароком После ультимейта Аппарата Оракл тебя хильнет Он тебя не вернее Не хильнет А просто-напросто Раздамажит Причем так Что ты можешь умереть Перешел в порог здоровья Который Ну ты знаешь Мне кажется Что Аппарат такой парень Если ты видишь алхимика Ты либо берешь аппарата сразу Либо даже не надейся Да Вот такие ошибки Уже никто не совершит Вместе с камбэком алхимика В этом патче Опять же Если мы вернемся к виплею Фактически первому Лан-турниру Который на этом патче прошел Там Эмпайр взяли алхимика И И Джи Они просто моментально Ответили аппаратом И вот Наверное Больше такую ошибку Никто не повторит Вот с этого момента Все люди Которые пикуют алхимика Они будут помнить Но здесь Ферст Баном аппарат не заехал Аппарата как-то контролировать Нет Ферст Баном Понятное дело Но ты видишь Его и в первой фазе Никто не стремится забирать Вот А вот в этом К этому я и веду Вопрос Почему Ну Сорян Ну нет Я могу предположить Я не знаю что именно в голове Профессиональных игроков Но я могу предположить Тем более в американских Да Потому что аппарат Да Это контрол химика Но это герой Который сам по себе Вне мета То есть если не алхимик Аппарат никто И никогда И ни зачем не возьмет Он очень специфичный И очень узко специализированный И вот Ты можешь просто В попытке законтрить алхимика Очень много потерять В своем пике Потерять синергию Между другими героями Потерять какую-то Возможность Отбиваться в early game Потому что аппарат Он не мобилен Мы с тобой уже обсуждали Что тенденция Испекать ромящих суппортов Сейчас жесткая Зато его ультимейт мобилен Shadow demon появляется Да Но опять же С аппаратом можно бороться Давлением Гноблением Можно вообще Знаешь Получить доминацию До того как От этого аппарата Вообще шестой Да Но спорить можно Вечно Но на самом деле Ну суппорт Нельзя как бы отрицать того Что то что суппорт Действительно сильный Даже вот на стадии лейнинга Весьма силен у нас Апаришен Вот своим вот этим Чилинг тачем И вортексом Ну разваливает Действительно Этот герой Но да Его можно загнобить Даже не дать получить шестой Смотря как Исполнять на этом героя Опять же Возвращаемся к тому Что Если ты помнишь Игру на старладере Вега против Виртус про Там где у веги На ласт пик оставался Вроде бы как бы Очевидный аппарат Это когда там был Вич доктор Джиггернаут Куча хила И вроде бы аппарат Это самый очевидный выбор Но нет Они пикнули Винтер Виверну И проиграли эту игру Только потому что Ну вот ты смотришь Fight Recap Вроде бы Вега Вроде бы много урона Но весь этот урон Уходит в никуда Потому что Вич доктор И Джиггернаут Со своим вардом Все отхиливают И был бы Апаришен Я думаю что исход Был бы совершенно другой Ну ты знаешь Ну я Не вижу панаце Всего хила В аппарате реально Вот когда он был метовый Это было хорошо Он юзался У него было свое место В мете Свое место на карте И так далее А вот тут Вот реально Это очень большой риск Ты рискуешь Очень много проиграть Взяв этого аппарата Кстати Морфа подбанили Шазам Респект бан такой Да кстати Морф тоже был чертовски хорош Да Несмотря на то что проиграл Но все равно И Бэтрайдер берется Несмотря на то что имеется Уже кстати В наличии и Бестмастер И Шадоу Демон Что Бэтрайдера Неплохо контролирует И еще появляется Вдобавок Абадон Абадон Американский Абадон Просто знаешь Я чувствую дух Американский бургер Только американский Абадон Именно Именно Такая хорошая Старая добрая Американская классика Ну что сказать Против Бэтрайдера Героя-то отличный просто В оффлейн пойдет Помнишь Мы с тобой вчера обсуждали Мы видели Абадонов Вообще безидейных Которые на второй пик залетают Я вот говорила Что Абадон Его же против чего-то берут Он реально хорош Против чего-то А тут уже есть против чего Ну он просто в Америке В принципе популярный Даже несмотря на то Что возможно команда Не будет вообще собираться Брать какого-нибудь Бэтрайдера Или там Бистмастера Но как мы видим Здесь вообще Бэтрайдера Останавливать есть много чем Есть Дизрапшн Шадоу Демона Есть Ультимейт Бистмастера Есть Щиток Абадона Ну например Ну Бистмастера ульта Конечно будет подороже стоить О-о-о-о Опачки Вот это реально Вот это просто шок Вот Шадоу Демон Это еще фигня На фоне Элдер Титана Ну видели мы От СНГ коллектива В заготовочке с этим Элдер Титаном В частности от Габлака Под минус армор Там где был Слардарчик Там где был и Дазл Но здесь конечно Стратегия совершенно другая Хотя Синергия прослеживается С Алхимиком С его Эйсит Спреем Вот Который режет армор Но смотрится на самом деле Довольно круто Слушай мне очень интересно Посмотреть Как будет функционировать Титан Потому что его Нереально давно Не было видно Просто вот Даже Я за 2 дня И сказать Сколько времени Мы не наблюдали Титана Я даже не говорю Про какую-то компетит В Доту Да его в паблике Вообще никто не пикает Его даже Волрандоме Никто не рандомит Титана просто нет Просто парень Исчез с радаров И вот я к сожалению Пропустила эти игры СНГ Доты О которых ты говоришь Где фигурировал Титан Вот Тим Спирит Я полностью эту группу Вообще не смотрела Габлак экспериментатор Поэтому здесь Даже говорить не о чем В принципе Потому что Ну Габлак может пикнуть Все что угодно Такой знаешь Прям не пик А трибьют Габлаку Абадон Элдер Титан Шадо Демон Ну действительно Непредсказуемый капитан За это ему конечно Честь и хвала Хотя На европейских квалификациях К сожалению У Тим Спирит Уже не осталось Шансов на выход Даже Ну ты знаешь Я думаю что За Тим Спирит Нужно сейчас держать кулачки Чтобы они хотя бы Не дисбанднулись Как бы Да И продержались Там доквал на их А состав реально хорош Состав хорош У них Если они найдут себя Если они найдут свою игру Если они найдут нового капитана Который не будет их дизморалить Возможно что-то и получится Там Ну всех этих внутряков Я не знаю Возможно тебе виднее Тут по внутрякам Конечно это не ко мне Потому что я еще Вообще Молодая свежая кровь На профессиональной Комментаторской Вообще на дота сцене Поэтому да Ну просто Будем надеяться Что У Шазам И у Киндом Все хорошо Отлично коммуницируют Рады играть друг с другом И нам крутые доты Сейчас покажут Сларк заехал Вот Ну вот Что ты можешь сказать Вообще о Сларке Я тоже видела Много СНГшных Сларков За последние дни ФН очень любит Его Да он вообще популярен И Рамзес на нем играет И Ну Герой реально очень жесткий Он хорош и в начале Он в состоянии убивать на линии кого-то Ну Про него не скажешь Что он слабый на линии Реально Террор Блейд Террор Блейд Вы видели мы Террор Блейд Ну все Вот нас Вот ребята Опять же плюсы Просмотра американской доты Вот вы можете удивиться Террор Блейду А нас Террор Блейдом Вообще не удивить Просто когда-нибудь Когда нам с Машей доверят Комментить важные матчи Там всякие европейские Вот пикник кто-то из Европы Террор Блейда Все такие Вау Там все хайпят А мы такие с плокер фейсом Террор Блейд серьезно Да и раз пять Потому что Террор Блейда Видели на одних Только квалах американских Причем в чем плюс Вообще просмотра Вот этих вот игр Ну я имею в виду Не только как для нас Как комментирования Как для комментаторов Но и для вас Как для зрителей Плюс в том Что Террор Блейд Плюс в том Что Террор Блейд В них есть А в других играх Его нет Элдер Титан В них есть Абаддон В них есть И вы сможете Сейчас это понаблюдать За этим Я предлагаю Сейчас понаблюдать За статистикой По Террор Блейду Который ни много ни мало Фигурировал В 26 матчах Патча 6 А винрейд Это у него Выше среднего И вот так вот А ты знаешь Мне кажется Просто парни Которые пикают Террор Блейда Они что-то знают Об этой игре Вот что-то Они знают У него не просто Высокий винрейд У него Огромный Килл партисипейшн Вот герои Которых мы до этого Рассматривали Та же Инча Она участвует Обычно Меньше чем В половине Киллов Своей команды А тут Просто 56 процентов Киллов На совести Террор Блейда Находится Когда правда Спорный у него Вполне возможно Что в ранней игре Он много умирает Потому что Он тонкий Уязвимый Под началом Несмотря на то Что Террор Блейда Во-первых Немножко же апнули В этом патче Несмотря на то Что вот Про килл партисипейшн Ты сказала Вот верно Подмечено Террор Блейд Казалось бы На первый взгляд Что это герой Который Не такой уж И активный Там Ну в плане Помощи На линиях Или еще Что-то где-то Он Ну просто Ему нужно фармить Как бы И Вот этот вот Фарм Потом В конечном итоге Должен себя окупить Но 56 процентов Это больше половины Действительно Это очень круто 26 матчей Напоминаю То что Это статистика За патч 6.87 Учитывая Опен квали Все которые прошли Да Еще один редкий гость Которого мы можем увидеть В этой игре Это Элдер Титан Слушай Опять же 24 матча Ненамного уступает Террор Блейду Но у него уже куда более Внушительный КДА Чуть меньше винрейт Чуть меньше Килл партисипейшн Слушай Кудашка Это вообще 4 Слушай А можешь вывести Стату по Эрспириту В этом патче Мне очень интересно Посмотреть Сейчас посмотрим Как обстоят дела С Эрспиритом Герои Нереально популярны Конечно 57% винрейт Несмотря на то Что его режут Абсолютно каждый патч Его пикают В 10 раз больше Чем того же Террор Блейда Номинального 57% Ну пошли на риск Пошел на риск Асфро Когда выпускал патч Там где добавил Эрспирита в ЦМ Но видим пока что То что Герой На самом деле У него винрейт Повыше будет Чем у всех остальных Героев Вот 57% винрейт Это наверное Самый высокий винрейт Который я видел Именно за сегодня У героев Не знаю Может быть у кого-то Сыграли много матчей Ну там много игр Которые реально популярны Так Ну и Не возьму и судить Точно мы не знаем Реально Эффектно Это только если проверить Всех героев Но это займет Очень много времени А в принципе Все равно у нас сейчас Стоит пауза в игре Поэтому Можно посмотреть Shadow Demon Тоже редкий гость Довольно Да Ну и знаешь Мне кажется что Shadow Demon Как раз один из тех героев Которые Берутся под какую-то ситуацию Да Типа Кунка Да Да По жизни от 8% Финрейт 71 матч Боже И опять же Знаешь Видим вот эти парни Которые пигают Этих редких героев Они что-то понимают В этой игре Да Но герой действительно сильный И Аганим на нем Хорошо работает Я слышал Да кстати Вот с того момента Как ввели Аганим Для Shadow Demon Раньше все-таки Этот герой Он со временем Очень сильно терял Всю свою прелесть Он со временем Обесценивался А с тех пор Как у Shadow Demon Появилась возможность Оформить Аганим Он стал нереально жестким Этот пуш Который направо и налево Раскидывает без кулдаунов Ну не знаю Колоссальный импакт В драку может внести Но тем не менее Вот даже когда Shadow Demon Был популярен Вот он и с Лишарочком Заезжал И с многими такими Вот фиксаторами Которые Ну у них не директ станы А нужно какая-нибудь Вот фиксация Типа Shadow Demon Да Дизрапшин под них Все равно Аганим Очень редко заезжал И на самом деле Меня это иногда удивляло Несмотря на то Что против тебя Мог играть Допустим Какой-нибудь Свен Который Ну вот Аганим этот Мог останавливать Свена Потому что В ВКБ работает Ультимейт И Свен бежит И под ультимейтом Не бежит Очень такое Ценное замечание Да вообще Любые дизейблы По ВКБ Они очень цены Мне кажется В Доте И вот Популярность Бестмастера Популярность Бэтрайдера Они во многом Этим обусловлены Стату команд Можем видеть Решила мидеров Посравнивать МСС конечно Тут более внушительный Результат показывает Но тем временем Отжимается пауза И мы можем Невероятно Но мы можем Вернуться в игру И мы это делаем Я думаю Можем начать С представления команд Теперь на моей совести Будут Шазам Я так понимаю Выступающие за команду Дайр в этот раз Бракс будет играть На Бэтрайдере МСС вновь на Алхимике Уже практически на Коронном ТС будет фармить На Сларке СВГ будет Суппортить На Элтер Титане И Джейсон Как обычно Пятая позиция Оракл Да Ну и команда Кинтом Которую мы уже Сегодня видели И видели мы Сегодня уже Нью Шама И видели мы Сегодня уже Его на Эр Спирите И все Так же Ничего не меняется Вторая игра Нью Шам на Эр Спирите Джа будет играть На Шадоу Демоне На Террор Блейде Отправится Зизи Ну посмотрим Будет это Мид Террор Блейд Или Ну в меде кстати Видел я и вот китайцев Именно ТБ Ну посмотрим Как он будет здесь Зизи будет играть На Террор Блейде 747 будет играть На Бистмастере Ну и Дженкинс Исполняет роль Абадона Что ж Бэтрайдер В оффлейне Если честно Раньше Если Бэтрайдер Был таким стабильным Оффлейн героем Которого в большинстве Игр ставили Именно на сложную линию Сейчас он постепенно Превращается В мидера Все чаще и чаще Можно его встретить на миде Но знаешь Оно и не мудрено Учитывая то Что мид превращается Постепенно в оффлейн Ты стоишь соло Против триплы А иногда и квадролинии Ну и сейчас Мид превращается Просто в дабл линию Которая Ты приходишь Но на самом деле Вот в Америке Я такого не замечал На Европе Это просто Это стандарт Когда ты приходишь на мид А там ты стоишь Как бы два на два Это стандарт Ну да Слушай Два на два в лучшем случае Это еще такой Очень скромный расклад Вот посмотри Ребята уже триплой С киндом собрались Крипов по стопе чист Все вместе Ну а почему бы и нет Ну я слышал Что три больше Чем один Это такая вот Инфа подъехала Поэтому Ну знаешь В случае с алхимиком Не всегда Ну возможно Ну алхимик просто Формит за троих Посмотри Сразу смог Узается командой Киндом И он будет Зареверен здесь СВГ Но его будут ловить Или не будут Просто с руки Пока его нарезают Обратив внимание То что Болдер есть От Эрспирита Но не пробьют Хотя нет Есть очень много Потенциально могут Но алхимик здесь будет Говорить Нет Не трогайте моего суппорта Своим телом Обратив внимание То что шарный демон Традиционно На первом левле Берет дезрабшин Какая-то инициация Которая неплохо комбинится С различными дизейблами Эрспирита А здесь он берет яд Он до последнего Не качал скиллы И вот только Когда они набрали На Элдер Титана Он качал скил Ну на самом деле Этот яд Тоже колоссальный импакт Носит на чале Потому что Не раз мы видели Как действительно Шадоу демон Настакивал 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 Просто ты не замечаешь Когда он на тебя настакивается А по сути Ты сделал там Каких-то 6 стаков Нажал Ну в смысле каких-то Я думаю Что после того Как ты парочку стаков словил Ты уже новый принимать Не захочешь на лицо Ну просто видел я то Что реально мидеры забывают О том Что она стакается И сделал ты 6 стаков А потом просто-напросто Получаешь тычку от мидера И Шадоу демон взрывает И все Мы смотрим Заметит ли МСС Я думаю МСС Достаточно опытный парень Я не думаю На самом деле Что в какой-то там Компеттив доте Было-было Могут люди это не зафиксировать Разве что Это не фиксировали Это не фиксировали И угадай Какая команда играла тогда Я помню просто Этот матч Досконально Да И это был Иван На Шадоу демон А кто против них был Я не помню Но тоже какие-то нормальные Тир-1 ребята Ну слушай Я не верю Просто пропали не было Хотя бы название команды Скажи мне Ну я честно говоря Не помню Это было по-моему Год назад Когда Шадоу демон Как раз таки Популярен был Да бывает такое Серьезно Ты просто-напросто Ну бывает такое То что например Этернал Энви Забывает Телепорт Нет С Этернал Энви Всякое бывает Это я вообще Если бы ты сказал Что Этернал Энви Обратила внимание Я бы не поверила Это на секундочку Победитель Мажора Прошлого Ну что поделать Ой-ой-ой Элдор Титан отдается нейтралам А Рошану он отдается Да Ну это хорошая диссизион Здесь Вот я так понимаю Накоцвали на бот-линии Было ему очень неприятно И по доброй традиции Мы пропускаем О-ой-ой Времитный МСС Это по-сейв От Титана идет Не хочет команда Киндом дайвить И в принципе И не дайвит Ну да Повезло То что вот тайминги Как раз таки словили То что Элдор Титан По случаю Счастливому Оказался на базе И мог он прилететь Подсейвить своего Химика Ну если бы этого не было Возможно бы и убили Возможно Ой-ой-ой Дизрапшен На МСС Форма Террор Блэйд И сейчас МСС Проседает немножко По хитпойнту А МСВГ решили Переключиться на него Какой камень залетел По МССу тоже А вот и персплат И еще второй килл На МСС Будет ли подъезжает Орагол Выживает он Нет И тут же отбивается Батлон Да Но что-то демона Тоже забрали Ну размен в один в один Такой небольшой происходит Но как же просел МСС Вот этот вот Террор Блэйд Вот нетипичные герои Такие в миде Морф Террор Блэйд Мы видим И вот Зизи Ну домашние заготовочки Команды Это очень круто Когда команда Играет неипично Когда ты можешь посмотреть Вот такую именно доту Потому что возможно Ну вот это вот Возможно это мета будущего Да Возможно это мета будущего Возможно какой-нибудь Пупей посмотрит И скажет О, а Террор Блэйд В миде круто И ну Так в основном на самом деле И заимствуют друг у друга Стратегии команды Пупей Если ты смотришь наш стрим Не делай эту фигню Что за террор Блэйд в миде Пупей Обрати внимание Я думаю вряд ли Пупей смотрит на наш стрим Интересно Он наверное русский уже забыл Хотя Извини нормально Он недавно какие-то рофлы В твиттере постил Про кого-то Андрюшу Который в паблике Писал всякие странные вещи А тут небольшая потасовка Между кабанами и Джейсоном Ну кабаны А тут 7 for 7 Будет стрять Срывает на самом деле Джейсон Джейсон умирает Нет он отхиливается Он еще живет Но все-таки погибает Скорее всего Помирает 7 for 7 Будет ли здесь Хилорок ловисит На бисмастере И сейчас регенит Но уже заканчивается Славь-то проседать По хп уже Он забирает Снюка собственно Добьет Его добьет Оракл Есть дизрапшн По нему Прокатывается Эрспирит Но есть От Элдер Титана Соро Хороший сейф Сейф реально хороший Был сейчас ТС рисковал СВГ Это посмотри Как он наваливает Под этим дурком Урона Просто Посмотри Это канистра 80 Канистра Но это серьезно Это канистра Вот когда у меня Ой-ой-ой Эрспирит Закатывается На СВГ Если был бы Болдер Потому что Сам Болдер не сработал Если бы был Болдер Именно может быть И забрали Но вот меня Много спрашивали Как ты думаешь Что в руках Элдер Титана Я сразу сказал Что это канистра Посмотри вообще На этот предмет У него в руках Не знаю Ну здесь Это просто сет Ну как бы Это неправильная Канистра какая-то Если бы Ну если бы он был Без сета Красивый сет Между прочим Не ну красивый сет Красивая корова Это корова? Ну он Турен А ну значит да Ну он такой идет А да копытца у него Такие вот есть Ну вот все Идентифицировали Слава богу Я просто на него смотрел Я люблю так вот Переключать вид героев И залипать на них Слава богу то что Камерамен ты А не я А в миде-то посмотри На МСС опять пытались Напасть Но он кинул свою точку И тут уже Разлагается бедняга Да Как четко Поотметила Просто реально В этой тучке Разлагается В спине стоит Два суппорта Команды Шазам ОМСС Они привыкли По прошлой игре Что его гнобят Пытаются его сейвить К тому же Их остальные коры Себя чувствуют Но крипстат Террорблейда Говорит сам за себя Вот 34 на 12 Это вам не шуточки шутить У Алхимика 21 на 2 Немножко похуже Но как мы видели По прошлой игре Алхимик берет Это не проблема Лосхиты Не проблема Дженкинс очень Агрессивно только подходит Он 6 левел Знает что ему Ничего не могут сделать Ну и на самом деле Возвращается Икс Пицца на линию Потому что он тоже Ничего не может сделать Пойзужа Опять же Фишка Абадона Да Он сам очень мало может Но при этом Обеспечивает сурвайвл Своим союзникам Сам очень долго живет Да Но фейзы уже есть У Абадона Дженкинс может Вот так вот подходить И вытанковывать Под щенком Там дэмэдж Танковать немножко Бракс Ну Бракс конечно 6 левел тоже есть Не качал кстати Лассо Обратите внимание 900 золота есть Но Бракс тоже не отчаивается У него 20 крипов Весьма хорошо здесь стоит Но он Лассо не качал Он вообще не тратил Скиллпоинт Бэтрайдер стоит Да Бэтрайдер стоит хорошо Но Абадон стоит лучше Ну возможно это и правильно Видели мы много Бэтрайдеров Которые не качают Лассо Вот ради какого-то Фарма Ради того чтобы наливать Допустим Того же Файрфлай побольше Ой-ой-ой Пошло нападение Умрет он здесь или нет Да его ловят В корни И все Да это смерть Для битмастера Вот так вот Разбираются С оффлейнером Команды Киндом Сейчас Привыкла что Говорю всегда по-английски Про Оракл Что он зарутил Ой-ой-ой В миде поймали Залетает Террор Блэд Начинает наваливать МСС Патрикена Должен выживать Нет Обивает его А вот и яд Подъехал И решил вопросы На самом деле И решила вопросы Больше даже не яд А тычка Террор Блэда Посмотри на сколько больно Он феноменальный конечно у него Да Для этой минуты Просто колоссальный Он такой Здесь цепляет У тебя это у него нет С ними левел Он просто не вкачал Очень больно Джейсину Но и Распередут тоже больно Они умирают оба По итогу Да 4-4 счет Хорошо Разменялись в принципе Для себя сейчас Ребята из Шазам Ну хотя бы что-то Но Смерть Алхимика Это всегда неприятно Террор Блэд Не умирал 8-й левел Пока что нет ульдимета Ну знаешь Алхимика Тут золотые запасы в лесу Просто огромные стаки Находятся здесь Да Но Зизи сделал доминатор Он хочет фармить Он действительно хочет удариться Вот именно в фарм Обожаю обводить Вот ты любишь залипать В камеру А я обожаю Что-то рисовать на полу Вот когда Ну ладно Писать всякие неприличные слова Там Именно Это все по моей части Я специализируюсь На неприличных словах Тем временем Бракс Поднимает баунти руну И что-то бедняга Он вроде стоит Знаешь Его особо никто не мешает Стоит он с Абадоном В 1х1 Дженкин заходит Просто-напросто за Тауэр Настолько нагло Но хотя нет у него маны Есть ультимейт Только Мне все равно Я Абадон Всем привет Я Абадон Вот так вот Заходит То заходит То уходит Понимая то что В принципе маны Его не так много Потому что Если Бэтрайдер Выбьет с его ультимейт Возможно Какой-то фоллу последует И все-таки Дженкинса Могут и подбрить Кстати Он конечно Абадон Он конечно Абадон Но он Всего лишь Он конечно Абадон Но берега надо видеть Ой-ой-ой Тут смог Очень опасный От команды Киндом И сейчас Возможно Кого-то найдут МСС Однозначно находит Да Есть диспейл И сейчас Оракула ультимейт Бессмастера Если бы только знали Ребята из Киндом Что там алхимик А МСС бегает А будет ли так Нападение Будет ли сейчас Какая-то Бессмастер по-моему Узбивать репорт 7х7 Он рискует здесь умереть Очень Очень неприятно Там уже драка разделяется Тут же Писается чейзить У Зизи нет маны И нет формы Поэтому он не может Ничем помочь К сожалению Я не понимаю Выживает 7х7 здесь Да Он тот же Слип от SVG И скорее всего уходит Или нет Хотя нет Потягивается Джейсон Вариантов просто нет Для него Выжить Он просто пытается Как-то я так понимаю Время оттянуть Потому что реально Эх Выжить бедняга 7х7 здесь не сможет 7х7 Либо просто 747 Ну что ж Террорблейд Как думаешь Во что выйдет Все-таки Доминатор есть Эквила есть Тапочек Сейчас деградит Себе ПТшку Потому что 860 хп Ну как-то маловато будет Ну это Вообще на самом деле Извечная проблема Этого героя Ну ты знаешь Я не рискну делать прогнозы По одной простой причине Мы редко видим Террорблейда А Террорблейды в миде Мы видим еще реже Да Ну вот вообще Билды на Террорблейда Бывают различные Бывают и Террорблейд через Радианс Бывает Террорблейд Вот боевой через Сенжин Яшу Ну которая Впоследствии Встает какой-то мантой Ну сейчас Вот Как раз таки Посмотрим Я все-таки Склоняюсь к тому Что это будет все-таки Боевой Террорблейд Сделает он себе Вот Ну манты с Кади Это вот считается Как бы стандартом Золотым На ТБ Я бы знаешь Вообще про Киндом Что сказала У них вот Зизи Он играет В миде На карвенно фармящих героях Таких прям жестких керри И Я так понимаю Что это вообще Игровой стиль На самом-то деле Да Они привыкли Ну плейстайл Они привыкли так играть Вообще Вот что можно сказать Вот их пригласили Это не команда Из Опэн Квал А их именно пригласили И Я вот честно говоря Их мало не видел Здесь слипают Дженкинса Но Он продолжает говорить Что он Абадон Что ему все равно Да Действительно Абадон Такой герой Которому Абсолютно наплевать По крайней мере Когда там два героя Там и так далее Команде Шазам Нужно как-то искать В лесу этого террор-блейда Злосчастного Что-то с ним делать Потому что он фрифармит Фармит Он с очень большой скоростью И Брак сейчас дофармливает Свой блинк Я очень надеюсь Что он пойдет Вырализовывать Как можно скорее Потому что Ну нельзя отпускать Есть просто герои Которых нельзя отпускать Блинк получает Все-таки Бракс Довольно ранее Учитывая то Что тут есть уже Транквилы Это не просто тапок Это Транквилы И Блинк И будет его реализовывать Скорее всего Посмотрим У тебя кстати вот Да Пора наверное Переключить на Нетворсы Я так думаю Так Шадоу Демон Он себя по-моему Дизрапшен А это террор-блейд Он прячет дизрапшен Иллюзии идут наваливать Шадоу Демон Опять же Чем хорош Патч 6.86 Подняли ему Время на этих иллюзиях И все думали сразу Что он будет там Чем-нибудь не хостпик Но как видим нет Но это не отменяет Того что герой Действительно хороший Он стал еще лучше В нынешнем патче Поэтому так Группируется у нас Команда Киндом На боте Возможно будет какой-то выход Да это действительно так Это Смоук Пытаются найти здесь ТС Ну а ТС Найдут ли? ТС возьмут Если найдет его Первый Бестмастер Они его возьмут Если нет То нет Сларк Я думаю Увидим мы сегодня Эхо Себер на Сларке Или нет Думаю что да Вполне возможно Мы уже обсуждали То что он отлично заезжает Для него Ой-ой-ой-ой Палит Птицы сейчас ТС Понимаете Здесь может быть что-то не так Бракс получает камень Они не знают Что он здесь Да но Бракс камень получил И теоретически Возможность для инициации Нужно врываться Нужно врываться Но там есть Патрон И Шадоу Демон Очень много сейвов Против Петрайдера Петрайдеру здесь Очень не сладко В кого бы он не врывался Этого чувака спасут Шадоу Демон Очень хорошо комбинится С Террор Блейдом Как раз таки Вот этими иллюзиями Потому что иллюзии Террор Блейда Ну он за счет них В общем-то и разваливает Сейчас в этой форме Они сейчас просто идут И пушат у Террор Блейда Очень много урона Нереально много урона И сейчас Бракс Не имеет возможности Ворваться Иллюзии Тяжело пробить Но да Они уже заканчиваются Кто-то Ну как бы Какая заканчивается Какая умирает Дженкинс танкует Делает еще иллюзии Сейчас Бракс уходит Здесь Брэнкаут Вот объясни мне Что в этой ситуации Отдают Отдают Тауэр Просто понимают Что нет возможности Никаких для инициации У Шазам И Бэтрайдер Не может ворваться Элдер Титан Пытается спамить Своими слипами Но это бесполезно Потому что Тауэр Все равно заберут И сейчас за счет Вот этой вот Линии Которую они Ну пропушили Грубо говоря Сломали вот Да Т2 Т2 тоже сломали У меня к тебе важный вопрос Что в этой ситуации Сделать Бэтрайдеру вообще Вот я играю на Бэтрайдере Я вижу два сэвичных суппорта Ну как они Просто разошлись Как в море корабли Знаешь Ночь Ничего не видно Да это Знаешь типа Что будем утракать Не-не-не-не Отходим МСС тоже Такой подумал Типа Свою команду звать Не звать Да не Не буду звать Пусть идут Смотри Если Бэтрайдер Врывается в номинального Шадоу Демона Ой-ой-ой А тут ультимейт А нет Не ультимейт Нет Просто слипает Для профилактики Если Бэтрайдер В номинального Ой-ой-ой Сларк находит у нас Северентально лопается Просто Эрспирит Сларк находит Эрспирита И все На продолжение здесь Похоже не будет Ну TC С Шадоу Блейдом TC опасность Сейчас становится Для каких-то Вот как раз таки Шадоу Демонов 700 хп Даже несмотря на Дизрапшн Который может там Его спрятать Я думаю Ну Сларк это Супер мобильный герой Так что там Дизрапшн Может не спасти И сейчас он видит Террор Блейда Нападение у нас На Зизи Нет маны Чтобы свапнуться Здесь сейф От Шадоу Демона И тут же его ловят Волосую Уже сейфа никакого нет А Ракон Пытался переключить Зизи ПТшку По-моему на интеллект Но бесполезно Да Извечная проблема Террор Блейда То что у него Маловатых хитпоинтов И сейчас Алхимик Ну конечно же Обгоняет На творцу Террор Блейда Но это не так важно Важно наверное то Что Сларк Обгоняет вот это вот больше Так Бракс Ну нет маны у Бракса Нет Лассо Но будет ли здесь Здесь уже TC На Дженкинса Нападение Дженкинс Но у него ультимейт Да есть ультимейт Он включает его уже Был бы какой-то тэп аут Хотя он без тэп аут Если отлично чувствует Но был бы тэп аут Он тоже прекрасно бы ушел Да ну сбили ультимейт Это по сути ничего не решает Потому что кулдаун На ульте у Абадона Очень маленький И она откатится Буквально там через А здесь посмотри Снова суппорты команды Киндом Отправляются в смоке Кого-то искать Возможно просто вардить Возможно я переоцениваю их Посмотрим 747 запрятался здесь На линии Он просто-напросто вызывает По кабанчику Выводит их Пушит немножко Подпушивает И Джа Вместе с Ньюшемом Выходят с маке Они кстати видят Ну на радаре Думают возможно Что там кто-то есть Но это всего лишь Иллюзия алхимика Которая Которая стоит И Да Делать какие-то Я думаю Шазам сейчас понимает Что их лес Очень опасное место И никто туда не суется По большому счету Да Но здесь они сгруппировались Тоже втроем Смотри как опасно Заходит ТС ТС видит Дженкинса У Дженкинса Откатился ультимейт Поэтому А Сларк Да Просто не прощает Кстати Сларк очень хорош Против Абадона Потому что он стилит Статы Несмотря ни на что Ой Лои Паунса не хватает Здесь взлетает банка Скорее всего Подходит уже Террор Блейд Подходит Террор Блейд Начинает нарезать ТС Но получает Нюк Это Ракла Зизи Отходит Бэтрайдер Цепляет у нас Зизи Зизи в форме Рискует отъехать Шадоу Демон Сейвит Элдер Титан Ульта Не самая лучшая И подходит У нас Алхимик Пытается дать банку Дает все-таки банку Дженкинса Разряжается Но Абадон Без ультимейта Рискует умереть Дженкинс отходит И это похоже Но она могла бы Потенциально откатиться Если бы Здесь еще пробегали Потому что Террор Блейд Ну да У него не было свапа Свапнулся хитпоинтами Но форма действовала Достаточно долго Но больше всего Вот именно Боеспособность Террор Блейда Проявляется Именно во время Этой формы Да Но знаешь Без нее Какой-то дэмэдж Все равно вносит Как ни крути Это блин герой Керри герой Который атакует с руки Да Но ему нужно еще Чтобы он Так дэмэдж вносил Ему нужно еще Собрать Немало артефактов Пока что Вот в милишной форме Террор Блейда Он не так полезен Как например Тем временем На фронте Нетворс Вдела следующих 9200 У Алхимика И он лидирует Почему нет в этом Ничего удивительного За ним следует Сларк 7800 В спину ему дышит Террор Блейд И там уже идут Остальные коргерои Команды Киндом И вот так вот Плавненько Киндом перешли в пуш И сейчас будет ли что-то Будет ли какая-то Инициация от команды Шазам Да Лассо еще в кулдауне Но я думаю Как от кулдауницы Лассо Возможно будут инициировать Хотя Oracle Ловит Будет Но ты знаешь Я думаю Это все просто Для профилактики Да Ну Тем не менее Тауэр потеряли И уже Один тауэр Внешний остался Киси с лотаром Под ДД Будет кого-то пытаться искать Наверное Видит его команда Киндом Не знаю Есть ли у них детекшн какой-то Детекшн Ну детекшн минимальный Я думаю Это вообще на Диварде Графики не открывали Кстати Но тут ничего такого нет Ничего значительного Ну я вот когда Перед тем как открыл графики Я думал Сейчас открою графики Потом открываю их Да Я так и думал Просто лайки босса Можно расслабиться Но на самом деле Когда ты играешь с алхимиком Опять же Ну хочется заметить То что ну вот так Ну что-то вот В этой игре У МСС Как-то вот Проблемки Почему-то уже можно Говорить о них Я думаю Потому что Почему? Ну 18-ая минута У него только Армлет и Рейденс Так это гораздо лучше Чем было в прошлой игре У него нет? Нет Он уже Рейденс имел По-моему Минутик 14-ой Если я не ошибаюсь Ну вот нам бы сейчас Карманный Стасман пригодился Который все бы это прочекал Наверняка сказал Ну Но в целом Эта игра мне кажется У него гораздо лучше Посмотрим Вот топовый Нетворс Он 10к Нетворса Напоминаю тебе То что он Ну В мидгейме Прошлой игры Плелся где-то третьим Вообще По Нетворсу Именно так И в итоге Террор Блейд В форме Сейчас она будет Заканчиваться Да Заканчивается у него Эта Марфоза Кстати А ты знал У меня просто есть Друг Он фанат Террор Блейда Он фанат просто другой игры Которая кстати Вот из Варкрафта Там в общем все герои Из Варкрафта Я только недавно узнал Что оказывается Террор Блейд Это темный Иллидан В смысле А ты же в первую доту То не играл Боже мой Ну я играл И в первую доту И в Варик Но уже после выхода второго Просто чтобы все это Вникнуть Потому что все мои друзья Олдфаги Они разговаривают И говорят Фу Ньюфаг Кстати тут бегает ТС Попытается кого-то найти Ну не рискует Тут бегает ТС И кричит Да Ньюфаг Иди сюда На Эллен Паунс Тебя ловлю Никуда не отходишь У него еще идет Дэнс У него есть Аегис Он может тебе очень много Здесь позволить Но почему-то отходит На Сильвер Эдж Есть у ТС Очень хороший выбор Тем более Сильвер Эдж Тоже сейчас апнули Очень неплохо Да И вот как раз-таки Гегафу Ньюфаг Не играл в первую доту Ну меня это просто-напросто Задолбало Я решил поиграть уже В эту вашу первую доту Вот Поиграл Ну Скажем так Чтобы вникнуть в историю Хотя бы Ну это нужно Поэтому все Ньюфаги Которые не играли в первую доту Советую вам Все-таки насладиться этим Или Первую доту В третий варик Не знаю Мне очень понравилось Несмотря на то Что Я раньше Ну то есть как бы Я не чувствовал Именно вот это вот То что Раньше было там С первой дотки Типа Не могу говорить А вот помнишь Было в первой дотке А вот помнишь Я знаю Но я Не помню Для меня это Не ностальгические воспоминания Так Ну сейчас здесь группируется Вся команда ТС прыгает О, обрывается ТС Похоже на ТС Но это правильно Тут же сейв от счета демона идет А нет сейва Чтобы парня просто Из лос-оборца Спасти Умирает Скорее всего Здесь Ньюшем Максимально просто Много демонов у него входит Узывает Сейвон 47 Уданс в ультимейт Но умирает тоже Не очень хорошие дела Здесь у команды Киндом Минус 3 уже Ресает ТС Он еще Тут может Дел наделать Атакует он Террорблейд У Террорблейда Нет маны На ультимейт Но есть стики Возможно Он признает их Что-то будет делать Обращается в бег С тобой почему-то Команда Шазам Хотя Хотя там всего-то Да, там можно было Переключить БТ-шку На всякий случай Там на Сандер Кстати Сэнджин Яшу Брать внимание Сделал у нас ТБ Давай пройдемся По артефактам Что у нас интересного Появилось у героев Команды У всех героев Тут Бэтрайдер Кстати летает Боже мне показалось Что он Абадона тащит Вроде бы недавно Только юзал лассо Давай пройдемся Все-таки по артефактам Потому что Мы на это как-то Мало обращаем внимания В последнее время Думаю что Ну давай Но по сути Знаешь всякие Корр артефакты Мы и так Очень Ну и так Как видим Сообщаем о них Медалька на Что-то демоне Уже очень давно Меку собирает Ньюшем Саша Яша Доминатор На Тиррол Бэйде То что мы обсуждали Потенциально Боевой билд Абадон В Кирасу Возможно Какой-то выходит Наверное Да-да Кираса у него Очень хорошо Это против Сетап Который имеет Команда Шазам Потенциально Такой керри Да У Писта Ну а что У Шазамов Тоже ничего специфического Вот Алхимик По стандарту Двигается Армлет у него И Радианс Брак Тем более По стандарту Двигается Джентльменский Набор любого Уважающего себя Бэтрайдера Фрустаф Блинк И вот Тривола Еще Люблю Тривола На Бэтрайдере Конечно Да Но Тривола Нужны Здесь вот есть Например Если раньше Допустим Бэтрайдеры Чисто для МС Но для него Это очень важно Для этого героя Покупали какие-то драмчики Сейчас можно просто Купить себе Дешевый виндлей Который дает тебе МС Ну из которого Кстати теперь тоже И драмы сами собираются Но сам прикол То что ты не тратишь на МС 1850 золота Ты можешь потратить Там 285 Или сколько он сейчас стоит Этот виндлей Ну да Он дешевый Да И у тебя появится 20 дополнительного Доступительного скорости бега То что реально Заслуживает внимания Это скорее всего Скади Которое выбирается ТС Чтобы дополнить Свой стиль в рейдж Потому что если вы рейдж Это хорошо конечно Но урон тоже нужен Матер появляется Алхимика Ну все Ждем Акторина Да Вот я про алхимика Просто вообще Давай ты будешь На алхимика Вот так вот Внимание прижать Потому что я Не хочешь сердце тревожить Не хочешь сердце тревожить Да Ну это как для тебя Слордары Которые не собирают Ну просто бывают Такие слордары Которые вообще не собирают Блин Ну да Ну или очень поздно Да Вот Поэтому Нет Я тоже Ой 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 ТС сейчас найдет Дженкинса Прыгает его Но нет ультимейта Есть ультимейт Вернее у Дженкинса Конечно же Будет разминочка Но возможно ТС просто пытался выбить Из-за бадона ультимейт Ну чтобы хотя бы Следующие там Секунд 40 Они драться Точно не смогли МСС Очень сочный стак Забирает на Энджлинах Обрати внимание Да Действительно Его оракл подхиливает Нет ультимейта У МСС Пока что Но МСС Вот он попытается Да Как-то вот Ну комбэкнется в игру У него это получается В принципе Там 4000 Он перефармливает Ну это нормально Уже не сказать что мало С появлением Вот этой вот там Манты Вот этих всяких Ты знаешь Я бы даже сказала Практически 5 Тут вот сейчас стак заедет Вообще Да Стак заедет Вообще будет Очень много золота Вот посмотри Сколько денег Аллухимик получает Именно конкретно С этого стака Было 16 тысяч Сейчас уже 17 с половой Учитывая то что Не все большие крипы С половником С половником Ой тут смокнут Команды киндом Они влетают Хотят что-то сделать Но все разбегаются Понимают что здесь что-то Не так Что здесь кто-то есть Но ревелится пока Буквально только парочка Киров из киндом Насколько я понимаю Даже один Только один абадон Ну а шазам Не лыком шит И понимаю то что абадон Так гулять один не будет Ой-ой-ой Этищи в инвизе Рискует выбежать Прямо на сентри вард Команды киндом Он здесь Иллюзии алхимика Которая сделал Шадоу демон Так же палит ротиансом Но его не трогают Да ну абадон Уже ультимейт свой потратил И сейчас Дженкинс рискует Отъехать Ну если он будет дальше Так вытанковывать Дэмэдж бездумно Нету абу ультимейта И заканчивается Метаморфоза У террор блейда Поэтому я думаю что Лучшее решение здесь Которое могут Предпринять киндом Это просто-напросто Отойти И дождаться Метаморфоза на ТБ ТБ выходит в скаде Саша Яша в скаде Хороший билд Для него боевой В принципе Замедло дается И статы Очень хорош Сейчас террор блейд Имеет 1400 Хитпоинтов С ПТ на Агилу кстати И ТБ Будет со скаде Очень большой проблемой Думаю Да скаде Это отличный выбор Для него Все что ему нужно Это плотность Плотность Ну а тут еще и слоу К плотности в бонус идет Да и плюс статы Статы для террор блейда Это все Я имею ввиду Не только плотность Но и агила Потому что агила У него прирост там колоссальный И она очень Сильно ему добавляет Именно к атаке Да абсолютно верно Что бля Боже Мне показалось Что это не курьер Мне показалось Что это ТС Просто-напросто Заходит в спину Я думаю Как он здесь оказался Вот Но ТС кстати Тоже в лесу гуляет Ищет какого-нибудь Загулявшего шадоу демона Который подфармлил бы Крепочков Ну и здесь За ТС Вся команда Кстати Кираса появляется у нас У Абадона Ну Кираса Отличный выбор Я об этом уже говорила Потому что Основной урон Который можно получить От команды Шазам Это урон с руки К тому же У них есть Элдер Титан Который снижает Разного рода резисты А Кираса их Апы Ой-ой-ой Кого-то На ТС опять Находит Дженкинса Но Знаешь Абадону реально Все равно Даже ультимейт Не может выбить Потому что Кираса Даже ультимейт Не может выбить С него ТС Потому что Кираса все-таки Дает о себе знать И Эрспирит Опять покупает себе Меку Вот Тоже такой Нетипичный Эрспирит Ну не часто Увидишь его Именно с Меканзмом Тайминговый Меканзм На 26-й минуте Но все равно Мека приятно Не надо Вот это вот даже И на 40-й минуте Даже это приятно Хотя вроде бы Уже Ну опять же Ты знаешь Фишка Мекки В том что Не в том что Она там Тебе выхилит Пару сотен хп Да В регенчике Да Дело вару Которое не дает Дело варморе Которое она дает Потому что Мека это тоже броня А броня Аур хватает На самом деле Если так посмотреть У Киндом У них есть Владмирс У них есть Мека У них есть Кираса Такие вот И аура Бестмастера Аурамены По террорблейд Такие заезжают Плюс Шадоу Демон Я думаю Отгрейдит медальку Появится какой-то Сулар крест Возможно Может быть Это Опять же Не устану повторять Что очень много Физ ДПС у команды Шазам И все эти ауры Все эти бусты Армора Все эти миссы Это все очень полезно Для Киндома здесь Просто нереально Скади появляется У террорблейда Ну и 2000 хп Попробуй пробей Я не понимаю Чего ждут Шазамы Реально Террорблейд Очень небольшой проблемой Будет становиться со временем Он фармит очень быстро У него слот за слотом Появляется Скади это Но шазам Шазам быстрее фармят Вот как раз таки Алхимик все таки Начал вырываться Вот Значительно начал вырываться Вперед МСС Конечно с появлением Манты Акторина Вот именно как раз таки Акторин Дает ему этот фарм В плане Но Опять же Рассуждать можно много По поводу этого билда Такой себе фарм Ради фарма Но Это В очень затяжной игре Возможно Он свои какие-то плоды и дает Но Манта Акторин Все таки Дала МССу возможность Ну далеко Оторваться Относительно Террорблейда Мы можем в целом Посмотреть Венрейты По алхимику В этом патче Но Я тебе скажу Что 9 из 10 Алхимиков В этом патче Это алхимик Через Акторин и Манты Ну возможно Возможно Так оно и есть Ну что ж Дальше у нас Ну что ж Ну что ж Ну что ж У меня вот это заело Мне пора избавляться От этих слов Паразитов ТС Ищет у нас Кого-то в лесу ТС тоже Сделан себе скади Никак почему-то Не может его привезти ТС На самом деле Едва-едва Его дофармил Понимаешь В чем дело ТС начал собирать скади До того Как его начал собирать ТБ А ТБ его уже собрал Ой-ой-ой Сейчас будет стычка Выходит и Шазам И Энималкиндом Имеет Отлично Едва Только вот Сейвит Сейвит Шадоу Демон Шадоу Демон Сейвит И ТС Получает сайленс Но нет У него есть Шадоу Дэнс Шадоу Дэнс И начинает нарезать Нью Шэма Но какой же Толстый Эрспирит Этот смек И ТС Прыгает теперь На Шадоу Демона МСС подключается Джа убивает Умер также Оракл Террор Блейд Приходит сюда И начинает нарезать МСС Как же больно Алхимику Но есть ли Потеллер Титана Вовремя засейвил Своего тиммейта И все Отсюда уже все Разбежались Команда Шазам Понимая то Что сейчас Террор Блейдом Бодаться себе дороже Просто размен Супортера ТС Да ТС отпрыгивает Паунсом Террор Блейд Заходит и начинает Нарезать его Зизи Да Хочет Очень сильно Аэгги Заходит МСС Тем временем Террор Блейд Юзает Сандер По-моему Нет не юзал он Сандер Сандер начинает Просто наваливать МСС МСС Отлетает Просто моментально У него Не Шадоу Дэнса Нет Нет Зизи свапается С иллюзией Алхимика Пьет он Пьет он Хитпоинт И очень Качественно Та делает Начинает Разваливать Рошана И сейчас Закончится Метамаркоза Вызывает иллюзию Конечно иллюзию Рошан там убивает И Бракс может Рискует Бракс И от Санджин Яши Получился Здесь ХП у него Он рискует Передать здесь Гем Там же Шадоу Демон Встревает Ему пытается Отхилить Абадон Но скорее всего Он погибнет здесь Колоссальный Муспит Абадон Кровью Кровью пытается Отвоевывать Шазам Этого Рошана Так же как и Киндом Абадон Нет у него ультимейта 44 секунды Формы нету Зизи по троим Слип от Элдер Титана Дженкинс погибает Зизи тоже пытается уйти Но отпустит ли его МСС Будет ультимейт Нет ультимейта не будет Но баночка Баночка по любому будет Радианс жжет Все горит Зизи горит И это кажется Конец для Террор Блейда Трипл килл для МСС И сейчас Элдер Тайтан Делает эпоаут И все Да и нашли Нью Шема Это ультра килл для МСС Вау Оказалось бы Эта драка Настолько была неприятной И некомфортной Именно для Шазамов Они так быстро Начали терять героев Умер Тиси Вообще ничего не сделав Просто без ультимейта Где-то там В кустах На задворках Без маны Без ничего Но МСС просто В Соленово Реально просто В Соленово орудует здесь И Кто Аегис поднимает Это Тиси Его заберет У Тиси Аегис У Тиси Скади Нужно идти И ради каких-то Объективов Что-то сносить И я так понимаю То что Шазама Делают ставку На Т2 вышку На боте Ну ничего Правильно Линия подпошена Вышкло хитовое Ну МСС кстати Вот чем еще Оправдывает Вот этот вот Ради команды Актериновый билд Он Помнишь Что было в прошлой игре Он купил себе Он вот фарм ради фарма Просто есть те герои Которые Вернее те алхимики Которые просто Оставляют этот билд А МСС Он себе Купил как бы Кирасу Купил Абисал Просто ну он сделал Этот билд Чтобы быстрее фармить Но это окупилось Вот по итогу Потом Так Стан на Дженкинса Тем временем Подходит ТС Начинает нарезать Абадона Включается ультимейт Булыжник Который в спириты Залетает Но не точный Отходят здесь Игроки команды Шазам Да Немножко группируются Они на хайграунде На пригорке Здесь Террорблейд Уже в форме Все в сборе Пять на пять Готовы дефать Свою базу Киндом И что же это будет По итогу Тут иллюзии Террорблейды Идут Пока что Шазам Не решается Заходить Даже С Айгисом Но им нужно Реализовывать его Каким-то образом Идти фармить Сейчас И опять давать Спейс Террорблейд Это просто не вариант Нужно давить ТС ультимейт Идет просто Нарезать Тауэр ТС пока что Все хорошо У них Нарезается Тауэр Как быстро Падает Осыпается Но ТС Я слышу звук Ласло Там ловит 747 Успеет ли он умереть Руспеет дать свой рор И призвать некров Нет он не успевает Он погибает Просто так Байбека у него нет ХП начинает потихоньку Утерять МСС Узальтовывает Сверспирит Магнетайз Как же больно дамажит Посмотри Как его сейви торгал Он еще может раз Он держит свою бочку Он может кому-то дать стан Он дает стан в иллюзию Это была большая ошибка Дженкинс Просто отультовывается Он фулл ХП Но скорее всего ТС не позволит ему Просто так отсюда уйти У них еще есть Аегис Он в состоянии Даже байбеке Отпить я думаю Да Трипл килл делает ТС Но здесь уже Пять героев было в таверне Посмотри Это пять в одного алхимика Выграли Шазам Две тысячи Вернее они выиграли Тысячу золота Выграли по итогу Киндом Байбекается Дженкинс Но нет Ультимейта у Дженкинса Сэйвит его Шадоу Демон Он умирает сразу после байбека Да нет никакого форстафа Это все Это развал По-моему на хайграунде Команды Гиндом 9-24 Счет по фрагам Байбекается Террор Блейд Нет у него еще формы 40 секунд Метаморфозы нет Единственное что он может сейчас делать Это как-то попытаться Возможно подрезать Сларка через свап Но у него есть еще Аегис Под эгидой Сларк теряет Алирор получает ТС Но Паунс Успевать отрыгать И форстафа в него сэвят А Шадоу Дэнс то есть Шадоу Дэнс Он будет еще разваливать Разваливать и разваливать У него стоит при этом еще Аегис Он убивает без мастера Без мастера без байбека Убегает ТС как может Но ему возможно даже выгоднее Здесь умереть И встать на фулл хп после Аегиса Он так и поступает Нужно помнить то что есть ультимейт У Зизи И Зизи может свапнуть с ним хп Нужно ему быть очень аккуратным Саленс на Сларке Да именно свап хп и происходит Но он не помогает Зизи Зизи умирает здесь все равно А байбека нет Скорее всего это будет Джекол от команды Киндом Нужно не терять племени сейчас Шазамом И просто идти на другую сторону И что-то сносить Лу хпшные шазамы Конечно же будут отходить отсюда А алхимик то может в соло Просто пушить здесь Без особых проблем А да Прилетел МСС Спокойно с тревелов Я даже не заметил Не придал тому значения МСС Кираса Красавчик МСС Маленький незаметненький Алхимик прилетел МСС это тот алхимик Который Я так понял Что ты хорошо относишься Лояльно к этому билду Просто МСС Это тот алхимик Который может угодить И тебе И мне МСС Красава Вот Ничего не сказать Ну в принципе И вчера своей игрой на паке Он доказал Что МСС Магет Я из порох в пороховницах Нет Ну а Какой алхимик тебе не угождает Дело в том Что после Армлета Акторина Монты И Радика Арморы покупают алхимику Обычно Кирасу или Шиф Ну не все игроки В основном Многие игроки Просто-напросто бегают Вот с этим билдом Радикманта Ну в смысле бегают И что Слоты Слоты никакие не покупают С пустыми слотами бегают Нет Ну я имею ввиду то Что они не меняют эти слоты Просто например Можно Как бы Купить что-то более полезное Нет Ну МСС пока тоже не меняет Максимум Что может поменять Это Армлет Армлет это такой Ну Все-таки Стартовый Наобисел Наобисел Я бы на другом Сделала акцент Мы видим то Что она раз за разом Собирает Кирасу Я знаю то Что в Китае Есть тенденция Алхимику делать Шиву И я обсуждала Вот как раз таки Этим слотом Там пятым Да Появляется у него Именно Шива Я обсуждала сегодня Эту тему С одним своим Сотоварищем И Аргумент в пользу Шива Который он высказал То что у Алхимика Могут быть проблемы С Маной на самом деле И поэтому Шива Неплохо его бустит Но вот я не знаю Мне кажется Более логичным Именно выбор в пользу Кирасы Потому что Кираса Она и дефенсивный Итем Который тебе дает Армор И она аффенсивный В том числе Потому что она снижает Армора и сопернику И какие-нибудь его здания Здесь Шива у Элдор Титана Уже кстати И Владмирс тоже имеется Элдор Титан Тоже достаточно серьезная Боевая единица И вообще На самом деле Он бегает Вот СЛИДЖИ Такой неприметный А вот его Пассивочка Которую он прокачал Режет Армор Базовый Просто-напросто Напрочь Команды Киндом Выходят они в смоке Невидимый игрок Да Предпринимают решение В отличие от перуанской команды Которая не принимала решение Вчера юзается Тем временем Радарчик И палит Да Они поняли Нет Закончился Не спалили этот смок Сейчас Шазамы Они понимают Что да Я думаю Что Шазамы На самом деле Могли увидеть Как блочатся иллюзии Потому что Прошли ребята в смоке Мимо иллюзии алхимика И они прям так жестко Заступорились Ну да Но они понимали Скорее всего Что там кто-то есть Ну они точно знали Что противник в смоке Поэтому Да Поэтому Это да Но Радар действительно Пока что их не спалил Ну и что Бестмастер А теперь уже Ответ не смогут Команды Шазамы Они будут на кого-то Здесь нападать Кто же станет их жертвой TC бежит вперед TC так агрессивно Идет вперед Он просто врывается 7 for 7 7 for 7 Ничего не успевает дать Он умирает И снова байбэка у него нет Уже не будет никакого здесь Рора Если же звук лосой Это Зизи Зизи будет здесь Как же разбираться TC сзади И какая просто трещина Телдер Титана залетела 18 статков на TC 54 агилы Он насилил Он разрывает здесь любого Трипл килл Монстер килл Байбэкается Эр Спирит Он ничего не может сделать Не кастует свой ультимейт Этот домах просто ничтожен Для команды Шазам Они просто его не ощущают Убивают табадона А будет ли рампашка Будет ли рампашка Эр Спирита подцепили Здесь метрами И дадут ли рампаку Тиси Да Это рэмпидж Это первый рэмпидж На нашей с тобой трансляции Между прочим За эти два дня Красава Давай пятюню За TC Просто за TC Клярите за полярите Fairy Fire за Empire И что-нибудь за TC Я не знаю Ну в общем-то За TC Конечно же Он молодец Он Ну не только он И TC И MSS Вообще вся команда Шазам Отыграла феноменально Вот эту вот серию 2-0 Они побеждают здесь Какая у нас там дальше Пара по счету Следующей парой Будут FDL Победители открытых квал Против DC Вот я говорю У нас сегодня не стрим А просто праздник То Шазам То DC То Шазам То DC Одни фавориты Одни фавориты Не уходите Смотрите Просвещайтесь Знаете, что Есть Dota в мире Помимо сергей А вот знаешь Я только что пыталась А вот их как бы стерли Потому что тут стримили До нас Все регион Но это уже Другая история Думаю Мы на следующей К следующей игре Подготовимся Друзья До новых встреч Далеко не уходите Перерыв будет Очень коротким